Это флаг Советского Союза, может, нет? О, Россия, СССР! А еще что-то? Это же еще Союзной Республики. Ну да, я вижу, это КАЗССР, да. А для флага Казахстана не нашлось. Или вы так себе не сильно за Казахстан? Я живу здесь с 80-го года. Ну понятно, но если бы Россия там, грубо говоря, спецоперацию, то вы бы за Россию, так понимаю, были. Ну естественно. Ну наши люди, понятно. Я почему-то России все-таки доверяю. А вы пробовали уехать, вы пробовали, Вася, уехать в Россию, там жить? Нет. У меня дело в том, что получилось так, я здесь служил. Вот. Ну и дети здесь, два сына родилась. И как-то это... Я раньше, раньше, когда еще Союз был, я собирался перевестись или в Сочи, или на Украину. Но не получилось, и так пришлось мне здесь дослуживать. Много таких, как вы, которые будут за нас? Много сопротивления может быть в Казахстане? Или все будет как в Крыму, например? Нет, много. Много, да? В Крымногорск, это, ну, русский город будет так выражаться. В советское время, в советское время, здесь очень мало было казахов. Очень мало. А Союз распался, и все это наводнилось. Потому что многие уехали в это время в Россию, там, кто куда. Вы еще долго, можете немножко потерпеть? Вот, вас там, я знаю, русофобия... Я не знаю, как там в других областях, вот, там Северный Казахстан, говорят, что-то совсем возмущается. А у нас, ну, как, ну, есть, конечно, конечно, есть, но у нас нормально, в принципе. Немножко наша Россия, матушка, на Украине подзастряла. Думали быстрее справиться, поэтому к вам еще, ну, руки не дошли. Такая жизнь. Жизнь такая, да. Но, в случае чего, да, найдется много наших, которые будут нам помогать. Я тоже так думаю. Если будет возразаться Советский Союз, что тут скрывать? Цель Владимира Владимировича возразить большой второй Советский Союз. Казахский сценарий, это референдум, например? Или сила... Референдум, но дело в том, что это Восток, Север будут за, а Юж, Юг не будет. То есть могут быть проблемы в том, что люди могут не так проголосовать, типа, или вообще не принять, да? Могут, да. Вот я говорю, Север, Восток, да. А Юг... А может нам пока частями присоединять? Север, Восток? Ну, вполне возможно. Вы служили в армии? Да. Вы кто по специальности? Старшина роты. Будете зачищать Узкоминогорск, вот, когда мы придем? Да, конечно. Я на соревнованиях ездил. Супер. Ну, не на войсках. Убийск. Пользоваться телефоном умеете? Обязательно. Эти геолокации военных частей можете сбрасывать? Конечно. Деньги нужны? Без денег. Идейный? Идейный хватает. Идейный? Хватает денег. Ай, молодец. Слушайте, ну находка, ну находка. Готов давать позиции войск, правильно? Конечно. Молодец. Продолжение следует...